жизнь изменчива как бы нам не хотелось мы не всегда можем следовать задуманному плану поэтому независимо от того хотим мы этого или нет судьба разводит людей по разным дорогам но при этом именно она сводит и незнакомых людей при самых неожиданных обстоятельствах а уж создать условия для встречи после долгой разлуки ей не составит большого труда история о которой я вам расскажу скорее похоже на выдумку или сюжет художественного фильма но она реально и началась 50 лет назад шел 1961 год молодая студентка дженнис руд обучалась в одном из колледжей калифорнии но так как денег не хватало она нашла подработку студенческой столовой своего же колледжа в один прекрасный день во время очередной смены дженнис заметила красивого парня это был прентис уилсон при встрече между ними сразу же пробежала искра уилсон приходил в столовую рано утром чтобы побыстрее увидеть девушку она была на курс старше и парень не особо верил что у них что-то получится но чувства оказались взаимны и спустя несколько недель они начали встречаться через некоторое время молодые люди признались друг другу в любви и поняли что хотят провести остаток жизни вместе через год в 1962 году в местной газете было объявлено о помолвке когда дженнис рассказала отцу о своих намерениях выйти замуж за прентиса он не был доволен и поставил девушке ультиматум если она не расстанется с парнем то он перестанет платить за ее обучение как говорит сама дженнис я не могла принять другое решение мне необходимо было получить высшее образование к сожалению как и многие женщины того времени ее выбор был сделан ее отцом дженнис вспоминала что возможно основной причиной недовольства отца стало то что уилсон был умным утонченным парнем а ее отец привыкший к тяжелому труду видел не такого мужчину со своей дочерью хотя девушка действительно не хотела прекращать отношения ей пришлось послушать отца это была черная полоса в жизни молодых людей но как говорится время лечит и спустя годы оба завели семьи но первая любовь навсегда врезалась в их память спустя почти 50 лет матери дженнис и уилсона скончались с разницей в несколько месяцев удивительно но когда они разбирали вещи своих матерей то оба нашли вырезку из газеты 60-х годов в которой говорилось о их помолвки казалось матери влюбленных понимали что у их детей были настоящие чувства и они хотели этой свадьбы и мамы похоже добились своего заинтригованные странными находками прентис и дженнис начали искать друг друга а когда бывшие влюбленные встретились старые чувства вспыхнули вновь по стечению обстоятельств они уже не были связаны узами брака и встреча произошла в 2010 году а уже спустя полгода они поженились в 71 год дженнис наконец взяла фамилию прентиса и стала дженнис уилсон пара невероятно счастлива они понимают что у них не так много времени чтобы пожить вместе но как говорит дженнис сколько бы нам не было отведено это будет прекрасно на этом у меня все поделитесь этой истории с друзьями и не забудьте поставить лайк пока